Добрый день, друзья! Сегодня у нас сказка про Иванушку-дурачка. Написал её Максим Горький. Жил-был Иванушка-дурачок. С собой у красавиц. А что не сделает? Всё у него смешно выходит. Не так, как у людей. Нанял его в работники один мужик. А сам с женой собрался в город. Жена и говорит Иванушке. Остаёшься ты с детьми. Гляди за ними. Накорми их. А чем? Спросил Иванушка. Возьми воды, муки, картошки. Покроши да свари. Будет поклёпка. Мужик приказывает. Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали. Уехал мужик с женой. Иванушка влез на палате. Разбудил детей. Стащил их на пол. Сам сел сзади их и говорит. Ну вот, я гляжу за вами. Посидели дети некоторое время на полу. Запросили. Есть. Иванушка вытащил в избу катку воды. Насыпал в неё полмешка муки. Меру картошки. Разболтал всё коромыслом. И думает в слух. Слух. А кого? Крошить надо. Услыхали дети? Испугались. Он, пожалуй, нас искрошит. И тихонько убежали из избы вон. Иванушка посмотрел вслед им. Почесал затылок. Соображает. Как же я теперь глядеть за ними буду? Да ещё дверь надо стеречь, чтобы она не убежала. Заглянул в кадушку и говорит. Борис, похлёбка. А я пойду за детьми глядеть. Снял дверь с петель. Взвалил её на плечи себе. И понёс в лес. Вдруг навстречу ему медведь шагает. Удивился, рычит. Эй ты, зачем дерево в лес несёшь? Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось. Медведь сел на задние лапы. И хохочет. Экай ты, дурачок. Вот я тебя съем за это. А Иванушка говорит. Ты лучше детей съешь, чтобы они в лес в другой раз от отца матери не убегали, слушались. В лес не бегали. Медведь ещё сильнее сосмеялся. Так и катается по земле со смеху. Никогда такого глупого не видел. Пойдём. Я тебе жене своей покажу. Повёл его к себе в берлогу. Иванушка идёт. Дверью за сосну задевает. Да брось ты её, говорит медведь. Нет. Я своему слову верен. Обещал стеречь? Так уж устерегу. Пришли в берлогу. Медведь говорит жене. Гляди, Маша. Какого я тебе дурачка привёл? Смеха та. А Иванушка спрашивает медведицу. Тётя, не видала ребятишек? Мои-то дома спят. Ну-ка покажи. Не мои ли это? Показала ему медведица. Трёх медвежа. Он говорит. Не, не эти. У меня было двое. Тут и медведица видит, что худенький, что он глупенький. Тоже смеётся. Посмотрите. Взял Иван-дурак. Дверь снял с петель и тащит у себя на спине. А медведь смеётся над ним. По всему лесу таскает. Да ведь у тебя человечи дети были. Ну да, сказал Иванушка. Разберёшь их, маленьких-то. Какие чьи? Вот. Вот забавный, удивилась медведица и говорит мужу. Михаил Иванович, не станем его есть. Пусть он у нас в работниках живёт. Ладно, согласился медведь. Он хоть и человек, да уж больно безобидный. Дала медведица Иванушке лукошко. Приказала. Поди-ка набери малины лесной. Детишки проснутся, я их вкусненьким угощу. Ладно, это я могу, сказал Иванушка. А вы дверь подстерегите. Пошёл Иванушка в лесной малинник. Набрал малины, полная лукошка. Сам досыто наелся. Идёт назад к медведям и поёт во всё горло. Эй, как неловки, божьи коровки. То ли дело муравьи или ящерицы. Пришёл перлогу и кричит. Вот она, малина. Медвежата подбежали к кошку. Рыча толкают друг друга. Кувыркаются очень рады. А Иванушка, глядя на них, говорит. Эх, ма, жаль, что я не медведь. А то и у меня дети были бы. Медведь с женой хохочет. Эй, батюшки мои, рычит медведь. Да с ним жить нельзя. Со смеху помрёшь. Вот что, говорит Иванушка. Вы тут? Постерегите дверь. А я пойду ребятишек искать. Не то хозяин задаст мне. А медведица просит мужа. Миша, ты бы помог ему? Надо помочь, согласился медведь. Уж очень он смешной. Пошёл медведь с Иванушкой лесными тропами. Идут, разговаривают по-приятельски. Ну и глупый же ты, удивляется медведь. А Иванушка спрашивает его. А ты умный? А то. Ну да, не знаю. А я и я не знаю. Ты злой? Нет, зачем? По-моему, кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не зол. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем. Ишь ты, как вывел, удивился медведь. Вдруг видят, сидят под кустом двое детей. Уснули, медведь спрашивает. Это твои, что ли? Не знаю, говорит Иванушка. Надо их спросить. Мои есть хотят? Разбудили детей. Спрашивают. Хотите есть? Те кричат. Давно хотим. Ну, сказал Иванушка. Значит, это и есть мои. Теперь я поведу их в деревню. А ты, дядя, принеси, пожалуйста, дверь. А то самому-то мне некогда. Мне еще надо похлебку варить. Медведь, уж ладно, сказал медведь, принесу. Вот смотрите, идут ребятишки. А за ними Иван, дурак, идет и смотрит за ними, как ему сказали. А медведь дверь тащит, в деревню ведут. Ребят, идет Иванушка сзади детей, смотрит за ними в землю, как ему приказано. А сам поет. Вот, эх, вот так чудеса, жуки ловят зайца. Под кустом сидит лиса, очень удивляется. Пришли в избу, а уж хозяева из города воротились. Видят, посреди избы кадушка стоит, доверху водой налита. Картошкой насыпано, да мукой детей нет. Дверь тоже пропала. Сели они на лавку и плачут горько. О чем плачете? Спрашивает их Иванушка. Тут увидели они детей, обрадовались, обнимают их. А Иванушку спрашивают, показывая, на его стрипню в кадушке. Это чего ты наделал? Похлебку? Да разве так надо? А я почем знаю, как. А дверь куда девалась? Сейчас ее принесут. Вот она. Выглянули хозяева в окно, а по улице идет медведь. Дверь тащит. Народ от него во все стороны бежит. На крыши лезет, на деревья. Собаки испугались. Завязли со страху в плетнях под воротами. Только один рыжий петух храдро сидит среди улицы. И кричит на медведя. Кину в реку. Смотрите, как люди испугались. На деревья забрались. Спрятались все от медведя. А петух кричит. Ку-ка-ре-ку. А медведю показалось. Кину в реку. Вот такая история. Всего вам доброго. И до следующей встречи. До свидания. Подписывайтесь на канал.